Меня зовут Рафик Фрешат и сейчас я постараюсь подробно рассказать о таком термине как траст сайта. При общении с клиентами SEO специалисты часто оперируют таким термином как траст. Например, могут сказать такую фразу. Мы будем использовать эти методы продвижения, чтобы улучшить траст сайта. С точки зрения SEO специалиста он вполне логично изъяснился. Но для клиента, как правило, эта фраза мало о чем говорит. Таким образом клиенты либо совсем не понимают о чем идет речь, либо не до конца осознают значение этого словосочетания. Давайте разберемся, что же такое траст сайта. Траст сайта от английского доверия – уровень доверия поисковой системы к сайту. Если поисковые системы доверяют сайту, соответственно лучше и быстрее выводят сайт в топ. Многое позволяет и на многое закрывает глаза. Считается, что некоторым сайтам поисковые системы доверяют больше, а другим меньше. Вы также можете в этом убедиться, взглянув на сколько много по разным запросам выводится страниц Вегипедии. Да, кто-то скажет, что страницы Вегипедии часто максимально соответствуют запросу, то есть релевантные. Но не по всем запросам, и в этих случаях как раз играет роль траст Вегипедии. Как Яндекс и Гугл определяют трастовость сайтов? Сразу скажу, что это лишь мое мнение, основанное на большом опыте продвижения сайтов. Поисковая система определяет, насколько сайту можно доверять по следующим пунктам. По тому, какие сайты ссылаются на продвигаемый сайт. Если на ваш сайт ссылаются Википедия или Сбербанк, то поисковая система будет понимать, что этому сайту можно доверять, и сайт будет очень трастовым. Если же Википедия или Сбербанк ссылаются на какой-то сайт, а он в свою очередь ссылается на вас, то ваш сайт тоже будет трастовым, но менее трастовым, чем в первом случае. Есть и обратная сторона. Если на вас ссылаются плохие спамные сайты, то ваш траст может понижаться и поисковая система вам будет меньше доверять Далее, по ссылочным профилю, если на вас ссылаются качественные сайты За определенный период ссылочная масса постепенно растает, то вместе с ней увеличивается и доверие к вашему сайту, то есть траст По количеству брендовых запросов Например, наша компания именуется лишь боков.ком Странное название, согласен Так вот, у нас достаточно много брендовых запросов в метрике Набирают просто лишь боков или же боков.ком, кто-то вообще непонятно, как набирают, но поисковая система понимает это и выводит наш сайт первым Так вот, чем больше вот таких брендовых запросов, тем выше траст сайта Когда нужно знать траст сайта? Траст сайта нужно знать, когда мы покупаем ссылки, чтобы не ошибиться с выбором донора для нашего сайта Донор – это ресурс, на котором размещаются ссылки на продвигаемый сайт Инструменты для проверки траст сайта Есть много сервисов для проверки траста сайта, но мы в компании используем только два из них Это CheckTrust и Sbub Сразу скажу, что каждый из этих сервисов использует свою технологию определения траста сайта И никто не может точно знать, да ли это технология у поисковых систем или нет Оба этих сервиса основаны лишь на догадках, наблюдениях и личном опыте их создателей Поисковые системы не разглашают, как они определяют трастовые сайты Я думаю, никогда этого не сделают Начнем с CheckTrust Итак, CheckTrust Я уже вошел в систему, вы можете зарегистрироваться и сделать это тоже Заходим в сервис На главной странице у нас здесь есть Мы можем проверить траст сайта каждого сайта по отдельности Выбирайте любой и проверяйте Все очень просто Можно, допустим, создать новый проект и проверить все сайты, которые вам необходимо проверить кучей Например, нажимаем создать проект Здесь проект такой-то выходит Я вот подготовил 4 сайта Которые мне надо проверить На самом деле я их уже проверил Просто как это делается, вам показываю Здесь сайт Сбербанка, YouTube, Русского радио И какой-то рандомный сайт из Саратова Который находится вообще на 500-й, наверное, позиции Вот, нажимаю далее Здесь система мне предлагает выбрать Какой список параметров нужен для анализа У меня здесь стоит траст сайт и заправленность Это все, что меня интересует на данный момент Потом нажимаю далее и происходит проверка сайтов Я уже их проверил, подготовился Чтобы урок был не слишком длинный Нажимаю то, что мне удалось проверить Здесь показывает траст сайта Здесь получается весь траст находится в зеленой зоне У Сбербанка, у YouTube, у Русского радио А вот у рандомного сайта из Саратова По пластиковым окнам У него траст нулевой совершенно А какой вообще бывает хороший траст? Здесь есть статья от самого чек-траста То есть отличный донор Это от 51 до 100 Хороший донор от 31 до 50 И нежелательный тот, который не советуют Брать в качестве донора От 0 до 30 Вообще есть программа у чек-траста Fast-Rust Мы пользуемся в основном ей Потому что там и мы проверяем очень много Различных доменов в день Поэтому нам это выгоднее Вы можете пользоваться сервисом Если у вас всего 5-10 проектов на продвижении Вы можете пользоваться сервисом чек-траста И это никак сильно не скажется на вашем бюджете Вот на этом пожалуй все с чек-трастом Переходим к SBAP Раньше этот сервис назывался SEO Building Сейчас SBAP Так вот у сервиса SBAP Есть массовые сравнения параметров сайта Среди которых также есть Получается Параметры траста сайта Я предварительно загрузил наши 4 домена Вот максимум можно загрузить 50 И он мне выдал вот такие результаты У YouTube, Сбербанка и Русского радио Траст достаточно хороший Сразу скажу, что если вы анализируете с помощью SBAP Минимум нужно брать 2,5 Чтобы был траст Почему-то он отказался анализировать саратовский сайт Но, видимо, и потому, что у него нет данных по этому сайту Спасибо, что досмотрели до конца Если урок понравился, ставьте лайк Делитесь с друзьями Подписывайтесь на канал в блог И добавляйтесь ко мне в друзья С вами был Рафик Фрешат Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok